МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Нью-ТВ информационная программа Гундюрюш в студии работает Мирлан Маматалиев и в начале выпуска коротко о главном. Утопающее дело рук самих утопающих. ТОХМОК так и продолжает уходить под воду. Прямые рейсы из Катара и Сеула в Кыргызстан. В этом году ожидается еще больше туристов, чем обычно. 8 стран, 50 компаний. В Бишкеке стартовала выставка БиЭкспо в рамках недели пищевой промышленности. Она объединяет на единой площадке 5 основных направлений, связанных с пищевой индустрией, с упаковкой, с сегментом все для отелей и ресторанов Хорикан. В 2014 году перед парламентскими выборами на своей пресс-конференции в Челпанате Алмазбек Атамбаев в открытую агитировал людей в пользу партии СДПК. Это считается превышением должностных полномочий. По данному делу Биктур Асанов вместе с Хуанычбеком Хадыровым написали заявление в Первомайский райсу. Спустя два года, 24 марта, оппозиционные политики должны были провести Хорултай в Оши. Однако ранее, 17 марта, Атамбаев начал настраивать людей против них. В открытую говорил не впускать оппозиционера в город. После политики обратились с заявлением в Генпрокуратуру, опираясь на статью 299 по Старому уголовному кодексу. Однако их арестовали, а дело прекратилось. Об этом нашему телеканалу рассказал общественный деятель Биктур Асанов. Он просит возобновить дело. Мы обратились в Генеральную прокуратуру, так как до этого мы писали заявление, и у них оно зарегистрировано. На сегодняшний день мы требуем, чтобы дело против экс-президента Алмазбека Атамбаева возобновили. Генпрокурор взял это под свой личный контроль. Он сказал, если все же выявят нарушение, то в обязательном порядке возбудят уголовное дело. Следствие по авиакатастрофе в Дача-Су возобновлено. Об этом сегодня сказал Генеральный прокурор Рудкрубек Дямшитов. Сейчас идет следствие. По итогам работы будет дана информация. Подробности не буду разглашать, добавил он. Уголовное дело по факту крушения грузового самолета было возбуждено в 2017 году. Позже следственные органы приостановили производство. Напомним, в 16 января 2017 года в районе международного аэропорта Манас потерпел крушение грузовой самолёт Boeing 747, выполнявший рейс по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул. Самолёт потерпел крушение на территории дачного товарищества Дача-Су Сокулукского района. При крушении он сравнял с землей территорию площадью около 5 гектаров. В результате авиакатастрофы погибли 39 человек. По делу о коррупции при реконструкции исторического музея обвинения предъявлены шести бывшим чиновникам. Об этом сообщил также Эдкрубек Джамшитов. По его словам, дела о коррупции при реконструкции музея и ипподрома в Чулпанате объединены. И в качестве обвиняемых привлекаются Сапар Исааков, Алмаз Абдукаров, Улухбек Матисаков, Мира Карбаева, Шайбек Атамбеков и Айдарбек Мендеев. Согласно данным Генпрокуратуры, общий ущерб от незаконных действий по этому делу составил 247 миллионов сомов, 101 миллион от реконструкции музея и 145 миллионов от ремонта ипподрома. Парламентская фракция Атамикен по итогам выездного заседания в мае прошлого года заявила, что средства были использованы нерационально. Генеральная прокуратура прокомментировала уголовное дело, связанное с тендером на изготовление бланков для биометрических паспортов. Как рассказал начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-розыскной деятельностью Замир Бишикеев, дело возбуждено 26 февраля по итогам проверки. Он отметил, что по предварительным данным сумма ущерба составляет 253 миллиона 377 тысяч сомов. Бишикеев не подтвердил, но и не напроверг информацию о задержании двух чиновников ГРС, сказав, что следственные органы пока не прислали уведомления об их поимке. Ранее СМИ сообщили о задержании директора Инфокома Таланта Абдулаева, статс-секретаря Даниара Бахчева и зампредседателя ГРС Руслан Мекасарыбаева. Утопающее дело рук самих утопающих. ТОХМОК так и продолжает уходить под воду. Вся проблема была в заправочной станции, которая построена прямо на дренажном участке, то есть в неположенном месте. Органы так и не смогли снести объект, ведь собственники участка имеют все разрешительные документы. Местная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении теперь и мэрии ТОХМОКа, которая незаконно ввела в эксплуатацию проблемную АЗС. Автозаправка в Брент в городе ТОХМОК, которая, как утверждают местные жители, была построена в неположенном месте, стала причиной затопления самого города. Периодически поднимается уровень грунтовых вод. Эта ситуация давно уже дала огласку, год назад был объявлен даже режим ЧАЭС, но проблему власти решили лишь на время, а точнее вообще не решили. А лето у нас жаркое. Здесь, посмотрите, что творится. Мусор. Если вода, то полная вода. Мы тонем. Если воды нет, то полная мусор. Мэрия даже не предпринимает ничего. Убирать или не убирать. Между прочим, это Мэрия. Вот мы бьемся, как рыба об лед. И не знаем, что будет. Город тихонько уходит под воду. В декабре 2017 года пострадали подвалы, хозпостройки и огороды. Многим даже пришлось искать временное жилье. Так, летом прошлого года Токмокская прокуратура возбудила, наконец, уголовное дело по факту незаконной приемки в эксплуатацию автозаправки, которую частные лица построили прямо над дренажной сетью. А участок хозяйств был продан мэрией. Но когда дело дошло до Верховного суда, его отправили на новое рассмотрение. Срок исковой давности до сих пор не восстановили. Прокуратура на сегодняшний день очень вяло действует, неэффективно действует. Мы не исключаем факт коррупции. На тот момент при чистке КДС, спецтехника здесь очистила, весь грунт вывалили вдоль всего этого канала. И муниципалитет, наша мэрия, она обещала вывезти весь этот грунт на сегодняшний день. Прошел почти календарный год, больше даже. И так и не вывезли. Тогда Чуйская областная прокуратура внесла предостережение на имя мэра Токмока, сообщив о необходимости устранения нарушений закона и принятия мер вплоть с обращением с иском в суд. Нижний мэр отмечает, что нужно придать КДС сначала правовой статус и только потом требовать сноса заправки через суд. А пока же муниципалитет не в силе повлиять на что-либо. Мы в процессе участвуем, мы подали тот иск, насколько они активно его ведут. Я не могу тоже следователю указывать, чтобы он там был активным или что-то там. Иначе будет другая сторона. Понимаете, судебный процесс, он на то и суд, чтобы решить правильность. Также он добавил, что собственники АЗС, а ей является гражданка Сакараева, на законных правах владеет участками. Разрешения были получены госорганами. Разве что теперь мэрия для отвода вод пронесет дренажный канал вдоль заправки и проведет воду через мост, как и положено. Жители отмечают слабую работу Токмокской прокуратуры, которая проигрывает дело и не может защитить права пострадавшей стороны. Эти разрешения были выданы госорганами. На сегодняшний день ни архитектура, ни госэкономерная инспекция прямого подчинения к мэрии не имеет. То есть мы не можем на них воздействовать. У них есть вышестоящий госорган, который может воздействовать, который может повлиять там, либо дисциплинарное какое-то взыскание, там, к руководителю уволить, там, наказать какого-то сотрудника, там, за его неправомерные действия. Утопающие дело рук самих утопающих. Так и здесь проблемы горожан-органы как местные, так и и высшие власти не решают. Письма пострадавших направлялись и к премьеру страны, даже самому президенту, но безрезультатно. Сейчас этот дренажный канал завален мусором и прочим. Работы по его очистке проводились, однако местная власть не очистила за собой улицу, которая и осталась в грязи после всех работ. Но жители требуют, чтобы генпрокуратура немедля отреагировала на то, что такмакская прокуратура до сих пор не обжаловала решение горсуда. Чем закончится наконец ситуация с уходящим под воду, то к мокам и какова будет дальнейшая реакция надзорных органов, пока неизвестно. Елизавета Балбакова, Алтын Сакиев, Алтын Кубанчбеков, НИУ, ТВ, Чуйская область. В нашу страну открываются прямые рейсы из Катара и Сеула. А потому в этом году ожидается увеличение числа туристов. Разрабатываются новые маршруты. Департамент туризма вводит туристический паспорт, с помощью которого прибывший в страну иностранец будет получать информацию о достопримечательностях нашего государства. Все радостно, но инфраструктура и элементарные условия, а точнее их отсутствие, остается проблемой сферы туризма. Тему продолжит Элизавета Балбакова. Департамент туризма делает все, чтобы привлечь как можно больше туристов. Для этого разрабатываются новые маршруты, прокладывается инфраструктура, но элементарные условия для путешественников так и не создаются. А открытие летнего сезона совсем близко. В Саудовской Аравии, вы знаете, прошли очень значимое мероприятие, которое показал Кыргызстан. С хорошей стороны в Кувейте проходили это на фестивале. В свою очередь, директор заявил, что в нынешнем году ожидается приезд в страну 76 миллионов иностранных граждан, из которых порядка половины будут туристами. Новшеством стало то, что в этом году открывается прямой рейс из Катара и Сеула. Также каждый турист будет получать свой туристический паспорт при въезде в Кыргызстан, который будут выдавать пограничники. Там будет обязательно программа лояльности, то есть человек, который пользуется этим QR-кодом, может получить определенные скидки на определенные учреждения, куда может турист поехать. Стоит отметить, что во многих странах практикуется выдача туристического паспорта и вполне успешно. Однако, по мнению экспертов, не на том зацикливается департамент туризма. Внутренних проблем, которые мешают развиваться сфере, больше, чем достаточно. Наболевшие вопросы общественных туалетов безопасности так и не решаются. Ну, здесь должны мы знать, да, бюджет, каков бюджет на этот проект, допустим. Если действительно там будут заложены большие средства на изготовление там вот и на дальнейшую какую-то там, да, работу в этом направлении. Если будут большие средства, то у нас есть и другие проблемы, которые нужно решать еще вчера, да. То есть, как бы эта коммуникация, она нужна, но есть более острые проблемы, которые надо решать. И эти проблемы мы сами с вами знаем, да. То есть, это та же инфраструктура, те же туалеты и тому подобное. Он добавил, что бизнес готов встречать и в этом году иностранных гостей. Но вот со стороны государства идет слабая компания, которая неэффективна. Ну, скажем, локально здесь, в Кыргызстане, да, если такая карточка будет, и, допустим, будет какое-то там приложение, да, там через QR-код можно будет зайти и посмотреть, да, это есть. Но, извините меня, у каждой туристической компании, которая давно уже работает в Кыргызстане, именно развивает туризм. У них у всех есть сайты, и вся информация доступна там есть. Так или иначе, в пилотном режиме проект заработает сначала в аэропорту Монас. На специальном веб-портале будет собрана вся информация о гостиницах, ресторанах и прочее, что, по мнению специалистов, поможет туристам свободно путешествовать по стране, да и для государства в целом будет полезно знать точное количество прибывших иностранных гостей. В селе Мирмахмудов Нокатского района улучшается социальное положение и инфраструктура. Население привлекает международных инвесторов. В прошлом году им удалось построить соцобъекты на 386 миллионов сомов. В этом году в планах соорудить ветеринарный центр. Подробнее об успехе маленького села смотрите в следующем сюжете. Медресе – села Барын Нокатского района. Девушек учат, как укладывать младенца в бешик национальную колыбель кыргызов. Здесь это обязательный предмет, так как каждая девушка – будущая мама, и ей необходимо знать каждую деталь. Но на этом не все. Женщины в медресе изучают не только религиозные и светские дисциплины, но и получают профессию повара, швеи, овладевают компьютерной грамотностью и первыми навыками медицинской помощи. Вся информация об обучении девушек и женщин передается в Муфтият. Всего у нас учатся около 100 представительниц прекрасного пола. Помимо религиозных и светских знаний, они приобретают техническую профессию, которая и востребована сейчас. По окончанию двух лет они получают сертификаты, а по истечению четырех лет – диплом. Обучающий центр для женщин был построен с помощью инвестиционных средств арабских государств. Так как желающих получить образование в них было очень много, в этом году началось строительство второго корпуса. На церемонии открытия арабы увидели, сколько желающих обучаться в медресе. Они обновили финансирование и с марта начали строительство нового корпуса стоимостью в 25 миллионов сомов. Кипят строительные работы и в новых социальных объектах в этом же селе. Новая школа, детский сад, папа и мечеть. Средства на их возведение взяты из собственного бюджета, плюс в качестве инвестиций привлекли 300 миллионов сомов от государства Бахрей. По окончанию 150 детей смогут обучаться в новой школе, 100 – воспитываться в детском саду. Работы пока завершены на 80%. Сдадут в эксплуатацию объекты уже через два месяца вместе с системой отопления и спортивной площадкой. По окончанию строительства получат рабочие места более 100 граждан. В школе преподаватели, в детсаду воспитатели, в фаб, медики. Все оборудование предоставляют спонсоры. Мы передали полный список необходимого, сейчас его уже привозят. Местная власть уделяет особое внимание дошкольному образованию. К примеру, в селе Чапаево строится детсад на 20 мест на средства швейцарского фонда в 1 миллион сомов и 20 тысяч сомов из местного бюджета. Однако объект планируется адаптировать для 50 дошколят. У нас нехватка детских садов. После разрешения этого вопроса мы начали принимать детей из соседних сел Зулпьев, Караташ. Более того, так как этот вопрос остро стоит по всему району, мы вынуждены брать детей из города Нокат. В селе Мир Махмудов проживает 24 тысячи граждан. Со стороны местной власти начались работы по улучшению их социального положения. 50 малообеспеченным семьям подвозят уголь на зимний период. Кроме того, население обеспечивает питьевой водой при поддержке международных программ. Проделаны работы на 4 миллиона. Все скважины, оставшиеся со времен Союза, были отремонтированы за счет местного бюджета. На это потрачено 2 миллиона. Около 800 домовладений обеспечены питьевой водой. 80% населения у нас имеют доступ к чистой воде. Год развития региона в данное село привлекло инвестиции на 386 миллионов сомов. Помимо социальных объектов, местные власти построили 4 производственных предприятий, создали более 100 рабочих мест. В этом году планируется строительство центра ВЕД-сервиса на 3,5 миллионов сомов. Кулинарное производство, техника, с помощью которой готовят продукцию и, конечно, дегустация. В Бишкеке открылась масштабная выставка-ярмарка «Би-Экспо». Гурманы, придя сюда, уж точно не останутся равнодушными. О самом вкусном мероприятии этого года в материале Руслана Харизова. Вкладываем, все проходит, продукт проходит в датчик, обрезает пленочку и уходит в термотуннель. С термотуннеля уже принимаем готовый продукт, точнее упакованный в пленку и усаженный. В принципе, такой аппарат сегодня широко используют в отечественном производстве. Зачастую потребитель не в курсе, каким образом упаковывают или готовят ту или иную продукцию. В ближайшие три дня это можно увидеть и даже где-то поучаствовать. Эта машина по разливу любой жидкости в пластиковую стеклянную тару. Уникальность прибора в том, что он работает без электричества. Только воду залил, все, электричество не требуется. Получается, здесь пасмассу, стеклянную бутылку наполню, рядом закрывается. В процессе, как видите, он сейчас без электричества работает, заполняется бутылка. Там закрываются как стеклянные для водки, для коньяков и также пасмассовые, как вот шуро, всякие аршаны, да, закроют же. Конечно, помимо замысловатых, необычных приборов для кухни и дома, посетитель может ознакомиться с продукцией, которая реализуется на рынках и маркетах страны. Колбасные и мясные изделия, которые, как уверяют участники Фудекс, подготовятся экологичными методами. Принцип – все ингредиенты строго отечественные. Мясо полностью местное, то есть свое. Говядину у нас есть свой убойный цех, и мы убой производим сами. Мы как бы хотим показать людям, что мы производим, как мы работаем. Также найти партнеров новых, которые приезжают из других стран. Любители морепродуктов, придя сюда, равнодушными точно не останутся. На манеже расположился отдел, в котором собраны различные виды экзотических креветок, полуфабрикатов и замороженных фруктов. Видно на прилавке, что у нас имеется продукция уже в виде креветок и имеют непривычные формы, формы не как просто простая крабовая палочка. Также производство наших заводов – это пельменная группа, не совсем привычная для нашего рынка – это продукция по японской технологии Гёдзе. Как уже понятно, голодным с выставки не уйдет никто, ведь представители компаний помимо консультаций предлагают и продегустировать свою продукцию. Как говорят организаторы, выставку можно по праву считать самым вкусным мероприятием этого года. Она объединяет на единой площадке пять основных направлений, связанных с пищевой индустрией, с упаковкой, с сегментом «Все для отелей и ресторанов», «Хорикан», с оборудованием для переработки пищевой промышленности и индустрией «Халал». Отрадно отметить, что на единой выставочной площадке представлено более 50 компаний из 8 стран мира. В течение трех дней на манеже физкультурного института любой желающий может поучаствовать в мастер-классах, тренингах и, возможно, заключить взаимовыгодные контракты для продвижения своей продукции в Кыргызстане и лишь за рубежом. Это были заметные новости уходящего дня. Далее продолжит прогноз погоды. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин